Я не знаю, как ваше немецкать по-английски, чтобы оно поняло Я знаю, это Илья Юлия Сеев В любом случае, этот человек говорит «Хи!» И хорошего удачи с вашим каналом Спасибо! Привет! Я надеюсь, я правильно прочитал Ясмина интересное имя, мне нравится Меня не оставляет эта мысль про обувь Все-таки они же даже на кровать ложатся в обуви Но асфальт же не стерильный То есть вообще, как американцы это объясняют Даже если на улице суха, пыль, грязь и микрочаси Всего на свете, они разносятся по дому Это остается на мебели, пастельном биле и везде Как? Спроси, пожалуйста Я на самом деле этого тоже не понимаю абсолютно Я считаю этого абсолютно Отвратительно Там, где я живу, в моей комнате, в общежитии Есть правило снимать обувь Если кто-то забыл снять обувь, мы моем пол Все просто Потому что это абсолютно отвратительно На улице чисто, да Я вот, я сам своими глазами вижу Хожу своими ногами на улице в натуре, правда, чисто Но все равно Я не знаю, все равно Заносить в дом, не знаю, короче Это правило не для меня Но Я спрошу, несколько точек зрения сделаю На этот вопрос Хочу к вам Илья Карелин пишет Илья Приезжай Приезжай Мы встретим Оскар Султанов Дело больше видосов Мы это делаем прямо сейчас Докуру Ахай Пишет Привет, Вань Не мог бы рассказать подробнее о вечеринках Также развлечения, игры и так далее Люди, пожалуйста И я не хочу никого обидеть сейчас Но читайте название канала хотя бы Меня зовут Веня Вениамин И я не говорю, что Ваня Это плохое имя, это прекрасное имя Но это просто не мое имя По поводу вечеринок Развлечений И игр Я потом чуть поподробнее об этом сделаю Я обещаю Это просто Я даже не знаю, с чего начать Это долго Александр Кузьменко В Англии тоже не снимают обувь Ну, если разрешают Спасибо Я не знал Спасибо большое Почему белые люди не могут Не буду говорить это слово Называть черными А черные люди могут белых называть белыми Не понимая эту политкорректность Такое ощущение, что все эти Припоны В Америке создаются, чтобы кормить юристов Как раз таки Чернокожие люди Люди и хотят Чтобы вы их называли черными Black Потому что Больше никак Потому что если Вы будете говорить каждому, что он афроамериканец Я вам скажу Далеко не все чернокожие Даже в Америке здесь Афроамериканцы Афроамериканец Это Афроамериканец Если он чисто африканец Он не афроамериканец То есть Это слово Применяется далеко не каждому Поэтому они наоборот хотят Чтобы вы их называли черными То есть Black И В этом случае Никакой политкорректности Это просто здравый смысл Слово на букву N Слово на букву N Слово Запрещенное А потому что оно Применялось Во времена рабства Когда чернокожие В Америке были рабами У белых А это слово Этим словом Рабовладельцы назвали Рабов Иногда Когда становилась куча Рабовладельцев Они устраивали бои Между рабами Это слово Широко использовалось Просто Если у вас белая кожа И вы хотите сказать это слово Это не то что нельзя Это запрет Это просто Из ваших Я например это слово Не употребляю за своих личных побуждений Потому что Это просто неправильно Исходя из того что этот народ терпел В то время Это неправильно Это абсолютно неправильно Значит ли это что Они заслуживают специального обращения Нет Значит ли это что Мы их жалеем Нет С этим словом все сложно Это чисто здравый смысл Далее с нами Мы с вами да Мы русские Мы из России да Белый американец И белый русский Это абсолютно разные расы Это две абсолютно разные расы Мы славяне Не И сейчас будет куча вопросов Я знаю Я наполовину кореец Наполовину русский Родился в России Прожил всю жизнь в России Не говорите мне что я не русский Из-за того что я по другому выгляжу Не значит что я не русский Ага Меня прям Я когда об этом разговариваю Меня прям Меня прям трясет Но Славяне И белые американцы Славяне не имеют вообще никакого отношения К этой ситуации Вообще никакого Абсолютно Значит ли это что Мы можем говорить это слово Наверное Но до того как вы это делаете В присутствии темнокожих людей Убедитесь что они знают что вы русский Я лично это слово не употребляю Потому что я считаю что это неправильно Но это мое мнение Тап над неудобнее носить Удобнее Но У меня Слишком длинный здесь Я не ношу наверх Когда у меня слишком длинный по бокам Есть кому-то интересно Пелагея Вахрушева Круто Канал так быстро растет И тут же Надикей Ответила Я тоже очень радую что канал развивается Но по другому быть не может Тот кто старается Выкладывает свои видео каждый день Достоин на самом деле еще больше подвечек Спасибо большое Спасибо что Для меня это очень много значит Что вы рады за меня Что мой канал растет Для меня это очень много значит Я на самом деле очень люблю заниматься этим Я знаю я так говорю каждый раз Но Правда Каждое утро Я выделяю себе полтора От полторы до двух часов Чтобы просматривать комментарии Сообщения Емейлы Сообщения вконтакте Фейсбук Все-все-все Инстаграм И на все отвечать И вы мне просто каждое утро Создаете настроение на весь день Правда Для меня это очень много значит Спасибо большое что вы так активно Со мной общаетесь таким образом И Я тоже рад что канал развивается Я Я Нас теперь с вами Больше семи тысяч Это безумие Это просто безумие Я не могу поверить Что у нас с вами больше семи тысяч Теперь Я постоянно получаю вопросы Про то Когда я буду в России Чем я буду заниматься И прочее В Россию Я приезжаю летом В июне Точнее Чем я буду заниматься в России И теперь У меня обращение к вам Если вы Или тот кого вы знаете Является Владельцем Или Важным человеком В какой-то языковой школе Которая хочет Меня привести к ним Чтобы я дал уроки Или мастер-класс Или еще что-нибудь Я буду только рад Свяжите со мной Я напишу внизу В описании Мой бизнес-имейл На котором меня Можно найти Можно со мной связаться Только То что касается бизнеса Именно Если меня хотят привести Как преподавателя английского языка Я буду только рад Дайте мне знать Свяжите со мной Мы это организуем Привезите меня в ваш город На этом небольшой вопрос-на-ответ заканчивается И мы сделаем еще Присылайте мне вопросы В комментарии под этим видео Я на них отвечу В следующем видео Хорошо? Давайте мы с вами будем так делать И Увидимся в следующем клипе Идем в торговый Торговый Мал И мне надо зайти в Apple Store И кое-что Купить Кое-что надо срочно зацепить А то у меня порогнули Что я свой телефон убью скоро Не знаю почему Я не знаю почему они вам всем не нравятся Но По мне так очень круто Это защитное стекло на экран Айфона И плюс Там еще кое-какая функция Я вам покажу Потом все Полчаса мы это наконец-то сделали Но Это Защитный Защитный экран на мой айфон С С С Защитой Информации Смотрите Допустим мои сообщения Поворачиваем вот так вот И ничего не видно Вот Для защиты информации Если кто-то со стороны будет смотреть Чтобы никто не видел ничего Ну и плюс защита экрана А как они Ее накладывали Это был просто Просто Шутка какая-то Ну ладно Я никого еще не виню Никого не это Потому что это на самом деле Сложно делать Но В принципе В принципе Все нормально Первый пацан Который накладывал Он сначала криво наложил И я Он мне говорит Все готово Я так говорю Это у меня может С голодами проблемы По-моему она кривая И он такой Валинатуре Он короче оторвал А заново уже нельзя переклеивать После того как оторвал Новую вскрывает Не может Тоже накосячил И в итоге мы три потратили И второй чувак пришел Говорит Да ты неправильно делаешь И все сделал с первого раза Вообще Так Сейчас все нормально Но Аппл Аппл Вот почему Америка толстая 20 таких маленьких печенек За 7 долларов А 60 За 17 Вот почему Машину пылесосит А мы ждем На этом я хочу закончить этот влог Этот эпизод И Завтра мы возвращаемся обратно в Лос-Анджелес Я буду смотреть дороги И выложим потом уже И ждите нового года Удачи вам Напишите мне в комментариях Как вы празднуете Новый год И не забывайте Пару вопросы Спасибо за субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok